Пожалуй, так получилось, что я был одним из первых, кто взял в руки государственный акт, а вводил в эксплуатацию. Как долго мы его получали, да, Валерий Иванович? Это как раз такие вопросы в прикол. Представьте, будучи депутатом Всевастопольского городского совета, мне приходилось принимать ответственные решения. Но мы и сталкивались с противостоянием, с противодействием. И представляете, сегодня можно сказать и говорить о том, что было такое, что на 35-й береговой батареи, на этих священных землях, хотели построить дачный кооператив. Это был дачный кооператив «Феникс», земли, которые были переданы представителем службы безопасности Украины. И потом, как с ними договаривались, как слили вот эти вот дорогие, когда они хотели отдавать земельные участки под создание музейного комплекса. И им искали места, где им выделили места по строительству дач. Итоги отрезали у них кусок, а им дали... И это тоже было, вы представляете, это тоже было. А можете себе представить, когда мы уходим в объект в эксплуатацию, и мы сталкиваемся просто с противостоянием. А ведь как было на самом деле? Через 10 лет, наверное, можно рассказать. Вы представляете, дошли до того, что с нас требовали взятку. Завод, музей об эксплуатации. Такое тоже было. И представьте, приходишь там, не буду называть фамилии, вы снили, приходишь в кабинет чиновнику, чиновник ставит подпись и говорит, а вот печать надо поставить этажом ниже. А этажом ниже сидит конторка, руководитель которой службы безопасности, представители, киевские представители, кстати, службы безопасности Украины. Куда ты приходишь, а там печать стоит денег. И такое тоже было. И вот, знаете, правдами, неправдами, а пожалуй, уговорами. А где там, может быть, боженька помогла. У нас все получилось. И на самом деле, когда вот сегодня приходишь, сердце радуется. Сердце радуется, потому что мы сделали биткое дело.